Аплодисменты Встали, значит, в рядок так Вдруг подходит третий, говорит, можно я тоже с вами? Они говорят, ну пожалуйста, да В общем, нас сфотографировали, я только отхожу и слышу Третий говорит, слушай, а это кто такой был, а? После концерта подошли ко мне два сибиряка и говорят, можно сфотографироваться? Я говорю, пожалуйста Мы сфотографировались с ним и говорят, ну теперь все в порядке Вас когда-нибудь в Сибирь сошлют, а у вас там уже друзья Иногда люди что-то такое говорят Ну говорят, не предполагают, что это будет смешно А получается смешно Я, например, смотрел одно ток-шоу по телевидению И там одна женщина в порыве, значит, каких-то там дебатов Она сказала, нет, я ему зла не желаю, но лучше бы он вздох Очень много, очень много смешного, конечно, происходит в Одессе Ну такой город, юморной город Знаете, как одного десита приезжий спрашивает Скажите, если я пойду туда, там будет вокзал? А десит говорит, даже если туда не пойдете, он все равно там будет На базаре сценка такая Скажите, эту корзину за сколько даете? За десятку, а за пятерку отдам Вот те трешки, я забираю корзину Забирай и беги быстрее, вон хозяин корзины идет Знаете, это я сам был свидетелем Один подходит и говорит там в рыбном ряду Скажите, это рыба свежая? Продавец говорит, живая У меня дома теща тоже живая Я спрашиваю, рыба свежая? Ну это только одессит может быть Они, знаете, они не уморят Это у них склад ума такой Значит, один подходит к одесситу, человек говорит Скажите, я... Как пройти на деревацу? Откуда я знаю? Я с работы иду Ну, удивительные, конечно, люди В травмопункте дело было Привозят второй раз парня, который режет себе вены Медсестру это уже достал И она говорит, вот сейчас клиенты уйдут Она ему говорит, этому парню И я тебе расскажу, как надо резать вены Чтоб ты сюда больше не попадал Вот ситуация Одна женщина рассказывала Говорит, муж приходит пьяный в час ночи Не включает свет Ложится в постель Начинает там такое вытворять Потом, значит, так же молча встает Не включая свет Одевается и уходит Возвращается через 20 минут Не включает свет Говорит, извини, на работе задержался Ложится и начинает спать и храпеть А жена до утра лежит и думает Кому же он первый раз-то приходил, а? Такая вот жизненная ситуация Значит, мы с Задорным как-то сидели в ресторане Обедали Я официанту говорю Дайте мне, пожалуйста, зубочистку Он так с недоумением на меня посмотрел Задорным говорит Она у них за соседним столом Когда особо не принесите ее к нам, ладно? Но официант тоже оказался не промах Он в конце обеда так вежливо склонился И сказал Вас обсчитать или сами дадите? Андрей Градов рассказывал мне такую историю Снимался фильм про войну в Западной Украине И вот съемка была И они там играли фашистов Фашистов какие-то, эсэсовцев И вот съемка была в одном селе А на обед их повезли совершенно в другое село И вот представьте себе В это новое село, которое ничего не знает о съемках Выезжает машина, грузовик И в кузове сидят 20 эсэсовцев Они сходят с машины, так строим Идут в столовую На встречу идут две тетушки Одна с корзиной яиц Она видит их Корзина у нее падает Яйца в смятку Тетки, подхватив подолок Кричат Война! И бегут по улице Эта группа фашистов Входит в столовую Мужик один пронес ложку мимо рта Закричал немцы в городе Хотя все в селе было И побежал по улице Вот так вот зигзагами Увертываясь от пуль Они сели Вошел совершенно в дупель Пьяный мужик Увидел фашистов Рванул на себе тельняшку И закричал Всех не перестреляешь И ударил кулаком по фуражке Одного из этих фашистов Последним пришел Благобразный щитовод сельский С хлебом, с солью И дал тетрадочку Где были переписаны Все коммунисты этого села Ну и последнее В чем проявляется юмор Наших, значит, друзей Это, конечно, розыгрыши Вот у меня есть один знакомый Который звонит Вот он просто специально для меня номера делает Он звонит кому-то и говорит Надю можно? Ему говорят, Надю нет Он говорит, да я знаю Она у меня Я просто спрашиваю Надю можно? Это у него юмор такой Или он с утра до ночи Звонит одному и тому же человеку И спрашивает Петра Ивановича можно? Ему там кричат, что нет Петра Ивановича Потом ему кричат, что таких здесь вообще нет Вы не туда попали Перестаньте звонить В общем, весь день, каждый час Он так звонит и спрашивает Петра Ивановича Последний раз он звонит 12 часов И говорит Простите, пожалуйста, это Петр Иванович Мне никто не звонил АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ